Радио Медуза Что случилось? Депутаты Госдумы в конце июля приняли поправки к законам об информации и о рекламе. Они должны заставить блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек самостоятельно сообщить о себе в Роскомнадзор сведения, позволяющие их идентифицировать. Всех таких блогеров включат в специальный реестр. По сути, это новый закон о блогерах. А был старый закон? Да, был. Его приняли еще в 2014 году и отменили в 2017. Тот закон налагал на блогеров с аудиторией свыше трех тысяч человек в сутки ту же ответственность, что и на СМИ. Им запрещали размещать материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости или содержащие нецензурную брань. Они должны были проверять достоверность размещаемой информации и незамедлительно удалять недостоверную. Законопослушные блогеры обязаны были размещать на собственных ресурсах свои фамилию, инициалы и электронный адрес для направления, как это говорится на официальном языке, юридически значимых сообщений. В итоге закон о блогерах отменили из-за неэффективности. В реестре на момент отмены было всего чуть более двух тысяч записей. В основном сообщество ВКонтакте. Новый закон будет таким же неэффективным? Сложно сказать заранее. На этот раз депутаты предложили конкретные механизмы давления на блогеров. Во-первых, блогерам, которые будут нарушать закон, запретят просить донаты и размещать необходимые для этого реквизиты и ссылки. Во-вторых, рекламодателям запретят размещать рекламу у таких блогеров. В-третьих, администрации соцсетей должны будут сообщать информацию о своих пользователях по запросу Роскомнадзора, каким-то образом явно маркировать блоги, которые попали в реестр Роскомнадзора, и по запросу Роскомнадзора оперативно блокировать доступ блогеров к своим персональным страницам. И что, все соцсети примут эти правила? В это сложно поверить. В реестр соцсетей, обслуживающих россиян, Роскомнадзор включил пока только 15 ресурсов. Вот они. ВКонтакте, Одноклассники, Икс, бывший Твиттер, ТикТок, Лайки, Ютьюб, Телеграм, Лайф Джорнал, Пикабу, Пинтерест, Дзен, Рутьюб, Твитч, Дискорд и Яппи. Российские соцсети, такие как ВКонтакте, Одноклассники, Дзен или Рутьюб, наверняка будут выполнять новую прихоть российских властей. Но сложно представить, что с Роскомнадзором в этом вопросе сейчас будут сотрудничать Ютьюб или Икс. Принудительная деанонимизация — это единственное требование для блогеров? Нет. Законопослушные блогеры с аудиторией более 10 тысяч человек должны тут же удалить репосты более мелких блогов и тех крупных, что по какой-то причине не вошли в реестр Роскомнадзора, а также не репостить их впредь. Этот запрет только для 10 тысячников? Нет, в законе отдельно прописан этот запрет еще и вообще для всех пользователей соцсетей. Репостить теперь можно будет только крупных блогеров с аудиторией от 10 тысяч человек из реестра Роскомнадзора. Вот цитата из закона. Пользователь социальной сети обязан не допускать на созданной им персональной странице последующие распространения информации, которая была распространена на персональной странице, не включенной в перечень персональных страниц, указанной в части 1.2 настоящей статьи. Выходит, что, к примеру, репост со страницы ВКонтакте вашего друга, у которого нет 10 тысяч подписчиков, формально будет вне закона. Впрочем, никаких санкций за нарушение этого запрета в законе не прописано. Мы можем предположить, что власти добавят санкции для обычных пользователей позже, и они появятся в Кодексе об административных правонарушениях или Уголовном кодексе. Также можно предположить, что пользователей будут банить за нарушение запрета. А также можно предположить, что администрация российских соцсетей может оставить техническую возможность репостить любой контент только блогерам из реестра, что, впрочем, не помешает копировать информацию с чужой страницы и вставлять на свою. Но все это только предположение. Как норма будет работать на практике, неизвестно. Когда этот закон вступит в силу? Постепенно, в течение нескольких месяцев. Так, реестр 10-тысячников будет создан к 1 ноября 2024 года. А блокировать блогеров, которые отказались с него войти, и запрещать размещение рекламы на таких страницах начнут лишь с 1 января 2025. Это Радио Медуза. Аудиоверсии наших главных материалов. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить обновления. Мы есть на всех основных платформах, в том числе и на Ютьюбе. А также в приложении Медузы, которая работает в России без VPN. О том, как нас поддержать, читайте по ссылке в описании. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»